Администрация Твери опубликовала постановление о подготовке к отопительному сезону уже следующего года. В таких документах, которые постоянно выпускаются летом, прописываются полномочия и задачи конкретной теплоснабжающих организаций и органов власти, как городского, так и регионального уровня. Точно можно сказать, что следующий отопительный сезон вряд ли пройдет лучше, чем этот. Хотя потому, что ремонт магистральных сетей, на которых происходят самые большие аварии, в этом году еще не начнет. Тверская генерация то ли из-за отсутствия денег, то ли из-за отсутствия конкретно каких-то инвестиционных планов, пока ведет точечный ремонт. Где что сломалось, то они отремонтируют. Во-вторых, в городе очень размыта ответственность за теплоснабжение. Формально Тверская генерация, а также имущество, которое ранее эксплуатировалось МУП «Сахар», сейчас пришло под контроль города и концентрируется в Тверской генерации, которая принадлежит в Горэлектромубу. Но все решения и все конкретные инвестиционные решения, планы, руководческие, принимаются на региональном уровне. Соответственно, администрация, сколько влиять на этот МУП, не может. Контроль, конечно, себя могли взять депутаты Тверской городской думы, но у них выборы. И может сложиться такая же ситуация, как и в прошлом году, когда все городские органы власти и регионы были заняты выборами. В итоге в сентябре кто-то победил и очнулись с тем, что город фактически не готов к отопительному сезону. Тогда нашли виноватого, с ним стал Юрий Тимофеев, глава администрации. В этом году, вероятно, таким виноватым в случае, если подготовка опять провалится, станет Алексей Огоньков. То есть, это такой бесконечный круг, в котором все органы власти виноваты в провале, но в должности лишается только один из сити-менеджеров. Это мое личное мнение, Алексей Волохин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!